О том, как отмечают праздник в регионах страны, узнаем у корреспондента Фуада Байрамова. Он выходит на прямую связь со студией из города Гянджа. Здравствуй, Фуад. Как твое настроение, как настроение в городе Гянджа в этот важный день? Спасибо, Медина. Настроение в городе еще со вчерашнего дня, оно неописуемое. Хотя пока все еще утро и сегодня праздничный день, то есть нерабочий день. Сегодня улицы города наполовину пусты, но мы уже видим, с самого утра ведутся работы в скверах, парках, на улице города, в жилых домах. На тех местах, где раньше не висели азербайджанские флаги, сегодня с самого раннего утра они вывешиваются. Но из-за пандемии коронавируса в самом городе официальных праздников не ожидается. Но при этом мы уверены, что на улицы города выйдет большое количество населения. Я также хотел бы отметить, что с момента восстановления Азербайджаном своей независимости, государственный флаг приобрел символ национального суверенитета. Но в призме происходящих в последнее время событий, которые также вы отметили только что, что азербайджанский флаг удружается на освобожденных из-под армянской оккупации территориях, когда триколор во время праздника развивается буквально у каждого гражданина в руках вне зависимости от возраста, азербайджанский флаг приобрел символ непоколебимости, силы, стойкости и единства азербайджанского народа. Да, Фуат, а вот накануне президент Азербайджана сообщил долгожданную новость от оккупации освобождена Шуша. Нам интересно, как эту новость встретили гянджинцы? Гянджинцы эту новость встретили с огромной радостью. Не в первый раз президент Аль-Хамалиев систематично объявляет о освобожденных из-под армянской оккупации территориях. Но буквально того праздника, который был вчера в каждом городе Азербайджана, неважно в крупном или более мелком, но праздник тот, который был среди народа, те слезы, те атмосферы, слезы радости, как над головами буквально детей, взрослых, стариков поднимался флаг Азербайджана, как со слезами на глазах они пели гимн Азербайджана. То есть эта атмосфера была буквально неописуема. Это был действительно национальный праздник, который будет отмечаться каждый год. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи со студией из города Гянджи был корреспондент Сибиси Фуат Байрамов.